8 сентября Верховная Рада уволила из рядов служителей Фемиды одиозного судью Приморского районного суда Алексея Каплю. Как сообщают одесские интернет-СМИ, еще в апреле 2015 года общественная организация Верховенства права обратилась с жалобой в высшую квалификационную комиссию судей Украины на его незаконные действия, а также с требованием привлечь Алексея Каплю к дисциплинарной ответственности путем увольнения с занимаемой должности. Судья Алексей Капля запомнился одесситом рядом весьма неоднозначных решений. Так 12 марта 2015 года скандальный служитель Фемиды вынес определение о предоставлении поручения на изъятие следователя милиции в рамках уголовного производства оригиналов документов на транспортные средства одного из АТП, которое буквально убило предприятие. Уже после этого факт незаконности вынесения определения Алексеем Капли в части изъятия оригиналов документов подтвердил апелляционный суд Одесской области, причем в первом же заседании. Но это далеко не единственный случай. Как сообщает интернет-издание УСИ, в свое время судья под залог в 182 тысячи гривен выпустил милиционера-взяточника, которому вменяли получение неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США, а также обвиняли в попытке причинить телесные повреждения сотрудника милиции, проводившим его задержание. Также судья под залог в размере 97 тысяч гривен отпустил чиновника Департамента коммунальной собственности Одесского гурсовета, задержанного при получении взятки в 5000 долларов США. В 2008 году судья Алексей Капли оправдал пьяного водителя, который сбил сотрудника ГАИ, так как не обнаружил в его действиях преступного умысла. Стоит также отметить, что именно судья Приморского райсуда Одессы Алексей Капля 25 февраля 2014 года вынес определение, согласно которому из-под стражи на свободу был выпущен одиозный политик Игорь Марков. Судья не имел права принимать такое решение, так как не имел на руках материалов уголовного дела, а также из-за отсутствия в зале самого Игоря Маркова. Собственно, все это и послужило предлогом для увольнения одиозного служителя Фемида Алексея Капли. Впрочем, это всего лишь, как говорится, капля в море судейского беспредела, которым так знаменита третья власть.